Пассажиры самолета Airbus 320, совершившего аварийную посадку в Убинском районе, отправились домой. Следственные органы им проводят проверку по факту инцидента. Напомню, сегодня утром борт, летевший из Сочи, вместо приземления в Омске из-за проблем с гидравликой, повернул на Новосибирск и позже сел в поле, не долетев до аэропорта Толмачёва. Частью обошлось без пострадавших. Мой коллега Дмитрий Белькевич пообщался с пассажирами и экипажем, чтобы узнать о причинах и последствиях происшествия. Эти глубокие следы на поле в Убинском районе не пашня и не следы, которые оставил трактор, убирая пшеницу. Эти следы от шасси, которые оставил авиалайнер Airbus A320, совершивший вынужденную аварийную посадку, здесь в чистом поле между селами Каменка и Московка. Самолет летел из Сочи в Омск, но из-за неисправности гидравлической системы командир был вынужден принять решение посадить самолет экстренно. Самолет пропахал метров 500, шасси застряли в грязи. На борту авиалайнера находилось больше 150 пассажиров, включая два десятка детей, а также шесть членов экипажа. В результате авиаинцидента никто не пострадал. В этом заслуга экипажа воздушного судна. Главное, мы очень счастливы, что никто не пострадал, что все живы-здоровы. Для нас это самое главное. А технические неполадки, все остальное, это не по нашей части, мы не можем комментировать. А как повели себе пассажиры на борту? Очень адекватно. Мужчины помогали нам эвакуировать, проводить эвакуацию. Сами пассажиры отмечают, что несмотря на экстремальные условия посадки, все прошло благополучно. Провели инструктаж, сказали всем пассажирам, как выполнять команды пилота, что делать. Вот ее мы все послушали, выполнили. Вот все живы остались. Все было очень быстро, никаких ощущений. Ну, сели, все, двери открыли и вышли. Когда вы сошли в самолет, кто вас встречал? Ну, поле, пшеница. Никого, полчаса еще потом вообще никого не было. Пассажиров рейса Сочи-Омск привезли в Дом культуры и организовали питание. На это место я первый приехал. Всех пассажиров эвакуировали. Приехали автобусы. Автобусы мы эвакуировали. Развернули центр в ПВР, в Доме культуры, Убинское село. Сейчас уже пассажиры отправлены, 6 человек отправлены в город Новосибирск на микроавтобусы. За четырьмя пассажирами едут прям вот сегодня, прям уже родственники приезжают, прям с минуты на минуту. Сейчас остался, еще не поехал на электричке, обедом накормили. Предлагали всем обед, они отказались, потому что, говорит, нам мы все напили чай, ничего не хотим, пожалуйста, только быстрее домой. К работе по доставке пассажиров аварийно севшего лайнера в пункт назначения подключились областные власти. Было подготовлено два варианта транспортировки пассажиров самолета. Первый вариант мы подготовили, сняли с линии автобусы. И второй вариант это электричкой. Остановились на втором варианте. Многим пассажирам, спросив их, нужно было добраться именно на ЖД вокзал города Омска. И электричка 5 часов в пути, автобус 7 часов в пути. Доставка осуществлялась за счет средств областного бюджета. Тем временем в обстоятельствах произошедшего разбираются компетентные органы. По поручению Западно-Сибирского транспортного прокурора, Новосибирской транспортной прокуратурой, во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой, организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка действиям работников авиакомпании, а также наземных служб. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Одной из версий случившегося считается отказ гидравлической системы. Сперва командир хотел сесть в Омске, но длина посадочной полосы вызвала опасения. В итоге принято решение сесть в Толмачево. Принимаем решение на Новосибирск. В стране 83 вас понял, на Новосибирск. Правым разворотом курс первоначально 0,30. Но до Новосибирска, вероятно, не хватило топлива. Я вышел на улицу, услышал гул самолета. Посмотрел как-то вверх, ничего не вижу. А потом повернулся вправо, смотрю, низко летит самолет. И как-то слишком низко. Ну и все, он завернул, сделал круг над деревней. Повернул вот в сторону деревни Московки. Я взял бинокль, ну еще посмотрел след и увидел, где садится. Дальнейшую судьбу самолета пока не называют. В месте касания землей остались обломки. Вероятно, двери шасси. Мы будем следить за развитием событий. Дмитрий Белькевич, Борис Гладких, Новость ОТС.